Небольшой сюжет, так как пришлось поменять планы на сегодня. Мы сейчас находимся в моем маленьком дачном домике и сейчас его обследуем. Я его обследовал два года назад. Убедился, что он чистый, а потом выложил за него деньги. Не ради этого домика, а ради сада. Ради тех площадей, которые позволили посадить еще один сад, который претендует на звание элитного. Сейчас я хожу по вот этому вот кухоньку с печечкой и вот это вот небольшая комната. Как видите, рамки ведут себя рамка. В одной руке у меня вот аппарат с камерой, видеокамеры. Вот если бы я даже прошел бы пешком сейчас по вот этой кровати, вы бы убедились, что рамка ведет себя превосходно. Я вам, знаете, что скажу? Мне повезло. Сейчас я залезу на диван с ногами. Мне повезло. Редчайший случай, вот, по крайней мере, в том месте, где находится спальня, то есть те люди спят, спят дети. Мы, взрослые, вот, везде чисто. Это очень редкий случай. Это просто удивительно, потому что мне за мою жизнь только один раз пришлось, пришлось в целой квартире, где был больной человек, сильно больной, не найти никаких подозрительных мест. Такое со мной случилось один раз. Вот. Обычная связь прямая. Болеет человек, спит на геопатогенной зоне. Вот. Но я стараюсь быть предельно объективным. Вот. И вы будете делать то же самое. Еще раз глядим. Вот это вот рамка. Так вот она выглядит. Вот это вот так называемый колпачок от шарика ручки. Вот. Он позволяет, не сжимая его со всей силы, не влиять на положение рамки. Ваша задача, друзья, научиться одной-двумя владеть, чтобы она была параллельно движению. Вот так вот. Вот. И практически в горизонтальном положении. То есть, чтобы она жила, как сказать, если его так держать с наклоном, да, конечно она даже в геопатогенной зоне за счет собственной тяжести и будет плохо реагировать. Научитесь держать перпендикулярно. Вот. Потом вы заметите, что она зажила своей жизнью. Это касается всех людей в геополе от метра и более. А таких у нас в стране меньше, чем надо бы. У нас страна больных людей. Вот. Но тем не менее, прошу заметить, несколько миллионов потенциальных экстрасенсов у нас имеется. Мы с вами будем их выявлять. Вот. А пока заканчиваю обход этой самой небольшой комнаты, небольшого домика, совершенно чистого. Стал бы я его покупать, если бы вот я здесь, вот рамки бы вращались бы вот так бы. Вот так бы. Вот так бы. Вот так бы вращались если бы. Вот. А мы найдем такие места. Но для этого придется переместиться на улицу. Значит, что я предлагаю? Сейчас мы с вами походим как минимум по одному участку, может по двум, может по всем трем. Так. Проводим теперь съемку в саду с рамкой, но сразу хочу заметить. Каждый раз, когда взгляд натыкается на этот полумертвый абрикос, я все время ему нужен говорить. Да, он теперь мой. Но убивал его не я, а предыдущий хозяин. Видите? Страшную рану. Видите, что он натворил. Вот мы имеем. Это потому что люди же не смотрят все фильмы. Вот говорят, ну чему ты учишь? У тебя же мертвое дерево в саду. Вот так вот, друзья. Вот оно. Будет семинар. Я приведу сюда очередную группу слушателей. Сейчас 10-15 скажу, вот любуйтесь. Я вынужден каждый раз говорить, не мое, не я это количество. Ну ладно, отвлеклись. Переходим к той самой загадочной теме. Итак, мы просто будем сейчас идти и смотреть, как реагирует, слава Богу, тихо. Прогноз не сбылся о штормовом ветре. Как будет реагировать рамка? И было бы их две, они ведут себя зеркально. Если эта отклоняется в эту сторону, значит была бы в левой руке, отклонялась бы в эту сторону. Вот. Вращались бы обе бы вращались. То есть ведут себя они одинаково, поэтому принципиальной разницы. Одинаково, но зеркально. Поэтому принципиальной разницы нет. Итак, пока ветер не начался или он еле слабенький, пробуем сейчас с вами искать геопатогенные зоны. Здесь, где я ни разу их не искал. Когда я садил этот сад весной 2015 года. Видите, вот этим вот абрикосам Бродского всего два года и пару месяцев. Ну или три месяца. Вот такие они, да? Вот. Я почему показываю? Не для того, чтобы похвастаться. Если я хвастаюсь, то хвастаюсь дружбой с Бродским. Смотрите, высота. Вот моя рука. Вот она, да? Еще метр. Вот это вот они такие. Два года, два месяца от посадки косточки. Вот эти вот старше на год. Потому что посажены были однолетними. Им три года и три месяца. Вот. И сразу скажу, для чего я говорю. Все раз говорю, не для хвастовства. Дело в том, что они садились без привязки к местности. То есть без предварительного замера биолокационными рамками. Вот. Фотографию я вам сейчас покажу, как это делалось. Строго по линеечке. Ну, повезло. Повезло. Вот. Но не все коту масленица. Начинаем исследование. Есть и такие неудачные саженцы, что мне надо уже начинать искать причину. Причем, клянусь Богом, мы с вами ищем их впервые. И мы с вами ищем их вместе. Это придает какую-то загадочность. Ну, еще раз. Давайте вот тут вот. Интересно, да? Я сейчас иду, ну, буквально, притык с этими прекрасными абрикосами. Двух. С небольшим летними, да? Вот. Как себя ведут рамки? Ну, более-менее нормально. Хотя, конечно, если я прошел мимо вот этого мощного саженца. Высотой три метра, да? Вот. Здесь стою в метре. Это не значит, что буквально в соседнем метре не может быть геопатогенной зоны. Ну, все это как бы первые прикидки. Ну, что, пойдем дальше. Естественно, мне кажется, надо... Ну, пока себя рамки ведет спокойно. Извините, что так сумбурно. Ну, по-другому не умею. Помните, как я уже не раз проводил пример объявления в американской клубоке. Не стреляйте в музыканта, он играет как может. Ну, что, идем? Идем. 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 Вот. Пока ведет себя очень даже прилично. Очень даже прилично ведет себя рамки. Вот. Неплохое местечко, учитывая, что здесь гористая местность. И мы приближаемся к менее удачным саженцам. Вот. Вот. Если там дальше... Вон, видите, прекрасно. Где-то уже 2,5 метра груши. Вот эти груши выглядят похуже. Ну-ка посмотрим, нет ли тут какой-нибудь... Какой-нибудь какой... Так. Ну-ка, покрутимся вокруг нее. Ага. Все. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ох. Нет. Нужен напарник. Все, с этого момента прекращаю. Самому бы дальше с качественной съемкой сделать невозможно. Перерыв. Так. После перерыва вспомнил, о чем шла речь. Речь шла о том, что, оказывается, у товарища, кроме того, что часть яблонь, часть помидоров была в гепатогенной зоне, еще оказалось, что у него посередине лета примерно половина картошки начала засыхать. Ну, вы уже догадались. Гепатогенная зона была такой площади, что часть картофельного поля попала. И я туда впервые, я не знаток картошки, картофеля я не умею выращивать. Вот это, я знаю, посадил, окучил, забыл. Вот. Слабенький урожай. Сам пять, сам три. Редко сам десять. Вот. Получается так, что это первое и последнее наблюдение, но оказалось, что картошка тоже на него действует в гепатогенную зону не в лучшую сторону. Вот это, пока это единичное наблюдение, прокукарекало. Дальше, сами думайте, надо ли картофельное поле, прежде чем снять картошку, определять, если там гепатогенные зоны. И, наконец, сейчас заканчиваем обход. Значит, вот здесь вот, помните, еще раз, вот здесь мы с вами видели гепатогенные зоны. Единственная путня груши, которая растет в чистом месте. Это я как бы повторяюсь. И продолжаю обход. Смотри сюда. Внимательно. Надеюсь, увидите. Так, снимаю очки. Так, поехали. Видите? Хреновенький. Вот. Пошло, покрутилось, закрутилось, закрутилось. Все. Это я прошел вот здесь. Вот такая лента гепатогенная зона. И обратите внимание. Неудачница, видите? Она была полностью сухая. Так. Вот. Хреновенький рост. Вот так вот. Я ничего не думаю. Рамка крутится. Вот это тоже нельзя назвать федевром. Вот это уже получше. Вот это получше. Так. Рамка остановилась. Вот она. Возвращаясь назад. Еще раз меряем. Так. Пошли вперед. Гепатогенная зона закончена. Почему? Вполне предистосаженец. Он, может быть, был бы помощнее, как он те, но с этого места уже после обеда закрывает тень. Ну, для такого неудачного места, я бы сказал, неплохо. А, кстати, верхушка-то у него отсыхала. Вот так. Так что все-таки назовем его на краю гепатогенной зоны. Ну, все. Заканчиваем здесь. Заканчиваем здесь.